В Черкесске прошло заседание оперативного штаба Карачаева-Черкесии под представительством главы республики Рашида Тимрезова. Обсуждалась текущая ситуация по коронавирусу. По-прежнему фиксируется рост впервые в июле на случаев заражения. Среди них есть тяжелые больные. Рассказали на заседании о принимаемых мерах. Также ведется подготовка госпиталя на базе Хабесской ЦРБ на 150 мест в северном микрорайоне Черкеска на 205 коек. Госпиталь на базе Черкесской городской больницы будет увеличен на 100 коек мест. Проводится ежедневная ревизия запасов лекарств и средств индивидуальной защиты. На данный момент дефицита нет. Главой республики поручили Минздраву оптимизировать схемы обслуживания больных по каждому населенному пункту. Продолжается режим вакцинации против гриппа. Сохранен режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Для недопущения роста простудных заболеваний принято решение о досрочном начале отопительного сезона. Глава республики поручил применить дисциплинарные меры в отношении системных нарушителей. Лечение коронавирусной инфекции у многих людей проходит дома. Терапевт-пульмонолог Белла Дзамыхова рассказала о решении лечения при пациенте дома принимает только врач. При появлении первых признаков коронавируса и симптомов другого любого респиратурного заболевания нужно вызвать врача на дом. Для выезда существует специальная бригада. После осмотра на месте сразу же берутся москидные для анализа на ковид, после чего пациент закрепляется за определенным терапевтом. По ходу болезни становится понятно, есть ли нужда в замене лечения или нет. Консультации с врачом проходят дистанционно вплоть до двух отрицательных результатов анализа. У пациента имеется номер телефона лечащего врача, у врача имеется телефон пациента, им наблюдаемого. И происходит ежедневно телефонный контакт с уточнением состояния, жалоб, температуры, каких-то новых симптомов. Коррекция лечения производится. Все в дистанционном режиме. Помимо этого, на дому по определенному графику производится забор анализов, кровь, ЭКГ. По определенному графику забираются пациенты из дома на специальном автотранспорте, отвозятся для проведения компьютерной томографии. И с учетом полученных результатов, опять-таки, производится коррекция терапии и дальнейшее лечение. Научить значит защитить. В Карачаевске сотрудники ОГИБДД Межмуниципального отдела внутренних дел расширенной комиссии проверили уровень организации профилактической информационно-пропагандистской работы, направленной на снижение детско-дорожно-транспортного травматизма в школьных и дошкольных образовательных учреждениях. Цель инспекции – выявление проблем в работе учебных заведений, чтобы устранить их до того, как случится непоправимое. Ахмат Клахевичев продолжит тему. В составе комиссии представители общественного совета, управления образованием мэрии города и ОГИБДД Межмуниципального отдела внутренних дел Карачаевский. Они проверяют наличие тематических уголков и учебных городков для практического закрепления полученных знаний о правилах безопасности дорожного движения, а также паспортов дорожной безопасности и схем наиболее безопасного подхода к школе. В силу того, что 6-я школа Карачаевска находится в непосредственной близости с оживленной частью автодороги, вопросам изучения ПДД и Организации безопасности учащихся здесь относятся крайне ответственно. Мы постоянно проводим классные часы, постоянно проводим разные соревнования, разные викторины. За счет кружковой работы, за счет внеурочной деятельности всегда детям даем ту информацию, которую они должны получить. В конечном итоге добились, чтобы нам огородили полностью эту проезжую часть, так как дети есть дети, не всегда усмотришь за ними. А до этого несколько случаев в год у нас бывало, слава богу, не было летальных исходов, тяжелыми последствиями не было, но вещи дети получали. В целом, уровень профилактической работы в учебных заведениях по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма оценили удовлетворительно. В принципе, проверка прошла удовлетворительно. Были незначительные недостатки, но они обещали, что в скором времени они его устранят. Ахмад Халкичев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Девчонки, они снова приехали! Шубы от Снежки в Черкесске, в Центре развития предпринимательства с 10 по 13 октября. Разрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет гарантированно в подарок. Ой, да с такими условиями я сама побежала! В Донбайе с 1 по 4 октября проходил обучающий семинар для государственных и муниципальных служащих по теме противодействия экстремизма и терроризма. О том, как прошло обучение, какой раз проходит такое мероприятие и сколько человек в этом направлении уже подготовлено, а также особенности профилактики и борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма, и какого возраста люди больше всего подвержены влиянию, рассказал заместитель начальника отдела со средствами массовой информации и издательской деятельности Карачаева-Черкесии Артур Крахмазов. С гостем программы встретилась Альвина Ламкова. Это обучение у нас не первый год. За все время мы уже обучили около 60 государственных и муниципальных служащих, но в этом году мы решили разнообразить наше обучение тем, что мы взяли директоров средних профессиональных училищ и высших учебных заведений, директоров, замов по безопасности. То есть это то, что непосредственно с чем они сталкиваются в работе, мы им это преподавали. Как вы думаете, насколько остро стоит вопрос по теме экстремизма и терроризма в нашей республике? Ну, экстремизм и терроризм, в принципе, я думаю, что он никуда не уходил, да, просто он приобрел немножко другое течение, то есть интернет, все у нас сейчас в интернете. Довольно высокую роль играет, конечно, экстремизм. Говоря об экстремизме, мы не говорим только там о терроризме и экстремизме, мы не говорим и не имеем в виду только там радикальный ислам или что-то еще. Мы можем говорить о тех же, допустим, сластика какая-то фашистская, то есть в таком ключе. И, например, наше министерство совместно с Центром противопротиводействия экстремизму и терроризму, МБД ПКЧР, проделывает в этом пути огромное направление. Какому возрасту больше всего подвержены влиянию экстремизма и терроризма? Мы ведем мониторинг социальных сетей, выявляем какие-то экстремистские направления у молодежи. В основном, конечно, это школьники, молодое поколение. И передаем их дальше в Центр по противопротиводействию экстремизму и терроризму, с чем они дальше и работают. Как часто по этой теме проводятся форумы и семинары и насколько они необходимы? Обучение у нас проходит каждый год. Каждый год мы проводим обучение и муниципальных служащих, и, повторюсь, государственных служащих, всех тех, кто связан с проблемами экстремизма и терроризма на местах. В следующем году, безусловно, мы будем проводить наше обучение. Может быть, конечно, мы немножко формат изменим, может, пригласим больше экспертов, спикеров. В этом году, в первый раз я хочу заметить, в этом году наш спикером был член общественной палаты Российской Федерации. Были спикеры с Ростова-на-Дону, с Москвы, с наших институтов. То есть это доктора и кандидаты наук, которые непосредственно находятся в этой теме. Государственные муниципальные служащие уже работают на местах с этой проблемой. В каждом муниципальном образовании есть секретарь АТК, но практика, конечно, неотделима от теории. И теория неотделима от практики. Поэтому какие-то теоретические и практические инструменты для выполнения своей работы, они узнали в процессе обучения. Для предупреждения проблем экстремизма и терроризма что нужно предпринять? Ну, конечно, это обучение, конечно, это профессиональные кадры подготовленные. Конечно, это взаимодействие с МВД, с ФСБ, с силовыми органами. И я думаю, что если каждый человек на своем месте, пройдя обучение, будет работать, исполнять свои должностные функции, я думаю, что мы побыстрее с этим поборемся. Но опять-таки это дело каждого на своем месте. Карачаево-Черкесия – место проживания представителей разных национальностей. Второй родиной наша маленькая республика стала и для сотен студентов и иностранцев. К примеру, в Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева обучаются ребята из Средней Азии и Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Все они одной большой дружной семьей активно принимают участие во многих мероприятиях, демонстрируют свою культуру, обычаи и традиции. О том, как протекает их жизнь в красивом и уютном студенческом городе Карачаевске, узнаем в следующем репортаже. Более полутора тысячи иностранных студентов обучаются в Карачаево-Черкесском госуниверситете. Они представляют порядка 13 стран. Как для местных, так и для иностранных граждан в университете создаются одинаковые условия. До недавних событий регулярно проводились научные конференции и различные мероприятия. Любой желающий мог принять в них участие. Помимо этого поощряется и их организация. Сегодня существует целая команда КВН, которая играет в региональных лигах, а также принимала участие в Сочинском фестивале. Я начал в КВН участвовать. В КВН первый раз в университетской лиге мы заняли второе место, а потом в республиканской лиге мы стали чемпионами. А потом мы поехали на международный фестиваль в Сочи Квин 2020, и там тоже хорошо выступили для начинающей команды. У нас в университете, как вы знаете, межнациональная студенческая жизнь, и мы уже за эти годы стали как одна семья. Университет, наоборот, всем помогает. Помимо творческой стороны, студенты реализуют свои спортивные таланты. Они узнают что-то новое, а также делятся своим спортивным опытом с другими студентами. Это и показывает, насколько важно развивать межэтнические и межконфессиональные отношения. Ведь когда мы познаем чью-то культуру и рассказываем о своей, мы создаем своего рода союз, который со временем будет становиться все крепче. Мы пока только рады тому, что есть возможность познавать друг друга так, не через интернет, не через какие-то источники, а наглядно вживую познавать друг друга, ознакомиться с друг с другом. У нас летом, прошлом летом были, обучались из арабских республик. Где-то 68 человек арабы были, тоже создали такую интересную ауру среди студентов. Аслан Гирюга, Вести, Карачаево, Черкесия. В этом году завершится строительство первого культурно-этнографического комплекса в стиле XVIII и XIX веков «Алан Шахар». Аналогов подобного музея в нашей республике нет. Сейчас ведется работа по его созданию. Строительство культурного объекта было начато в 2015 году. По проекту будут возведены стилизованные ресторан кавказской кухни, мастерские по производству шорных и шестяных изделий, школа джигитовки, конно-спортивный комплекс на 2000 мест. Кроме того, по словам директора туркомплекса «Мусы Баташева», планируется также строительство аландского жилища IV и VII веков, карачаевской сакли, гостиного двора, водяной мельницы этнографического музея-мастерской по старинным технологиям по производству народных промыслов и сувениров, кузечных изделий, создание музея карачаевской лошади и контактного зоопарка. В данном комплексе будут проходить различные мероприятия. Кстати, по словам директора туркомплекса «Медового водопада» «Мусы Баташева», в этом году традиционный фестиваль праздника Ирана не будет проводиться в связи с эпидемиологической ситуацией. На этом сегодня он по свисте подошел к концу. Приятного аппетита! Всего доброго!